Говорят, что талантливые люди талантливы во всем. А можно сказать и так, нестандартность их мышления проявляется не только в творчестве, но и в повседневной жизни. Так, например, известный своей эксцентричностью Сальвадор Дали очень любил подчеркнуть собственную значимость и ценность своих работ. Для этого он мог даже обмануть покупателя, сказав ему, что для разведения краски, которой написана картина, он использовал осиный яд. Именно поэтому картина стоит 1 миллион долларов. Еще хитрее он находился с владельцами ресторанов. Собрав большую группу друзей и знакомых, Дали мог целый вечер провести в заведении, угощая всех дорогими, изысканными блюдами и напитками из меню. А когда приходило время платить по счету, художник щедрой рукой подписывал чек на огромную сумму, затем переворачивал его и писал несколько теплых слов в благодарность хозяину заведения. Расчет был прост. Пользуясь своей славой живого гения, Дали был уверен, что хозяин ресторана ни за что не будет обналичивать чек с автографом самого Дали. Так оно обычно и бывало. Рестораторы понимали, что со временем смогут выручить гораздо больше денег за этот чек, чем фактическая сумма по счету. Ну а художник таким образом экономил кучу денег. Изобретательность, однако, нужна не только для того, чтобы пыль в глаза пустить, но и для дела, так сказать. Французский писатель Виктор Гюго, чтобы полностью погрузиться в рабочий процесс и даже не думать о возможности заняться чем-то другим, просил своего слугу прятать одежду. Таким образом, не имея возможности выйти из дома, ему не оставалось ничего другого, кроме как работать. А древнегреческий оратор и государственный деятель Димас Фен для повышения продуктивности использовал более радикальный способ. Он сбривал на голове части волос. В результате такой процедуры выглядел он, мягко говоря, нелепо. А соответственно, и выходить в люди он не мог. И потому, оставаясь в добровольном заточении, целиком посвящал себя написанию речей. Так он не выходил из дому по нескольку недель к ряду, пока волосы не отрастали. Но о справедливости ради надо сказать, что далеко не все знаменитости использовали для повышения работоспособности такие экстравагантные методы. Многие из них просто умело планировали свой распорядок дня, поэтому у них на все хватало времени. Так, например, Томас Эдисон был известным лежебоком. Каждый день он обязательно делал перерыв в своей работе и дремал один-два часика. Таким образом, он подзаряжал свой ум и тело для того, чтобы повысить работоспособность. И надо сказать, он был далеко не единственным, кто использовал подобную практику. Уинстон Черчилль и Джон Кеннеди также имели привычку отдыхать в дневные часы. Причем Черчилль был действительно выдающимся мастером по управлению своим временем. И несмотря на то, что он был лидером Великобритании в ее не самый легкий период, он, тем не менее, находил час-другой для того, чтобы поспать, принять ванну, переодеться, поесть. Вот это я понимаю самодисциплина. Редактор субтитров А.Семкин